В Казахтажоле объяснили причину поднятия бетонных плит на платной трассе Алматы-Харгос. Как стало известно, дефект образовался не только вследствие аномальной жары, а тем временем алматинцы уже со следующего года без объездных дорог смогут добраться до Алаколя. Почти 80% всей трассы со стороны Алматинской области отремонтировано. Вдоль автомагистрали открываются современные придорожные комплексы. Айя Трофея Нарикпаева объездила всю трассу Алматы-Усть-Каменогорск и готова рассказать о состоянии дорог. Три года назад по коридору Талтогор-Ганушера началась реконструкция автомобильной дороги. Одну из главных трасс Алматинской области последний раз ремонтировали еще в 60-е годы. На сегодня почти 80% этого отрезка дороги заасфальтировано. Как отметили в Казавтожоле, полностью завершить строительство трассы от одного областного центра до другого планируют в 2023 году. Участок поделен на 5 участков. На 5 участках ведутся строительно-монтажные работы. Подрядная организация с Китайской народной республики на всех участках. Это City Construction. Срок реализации проекта рассчитан до 2018 по 2023 год исключительно. Дорога на протяжении всей трассы Алматы-Усть-Каменогорск укладывается в 5 слоев. Основой служит песчаная гравийная смесь. Затем засыпают щебенкой и в 3 слоя укладывают сам асфальт. И для того, чтобы уплотнить все покрытие, на нем прокатываются послойно дорожным катком. Техника весом более 8 тонн практически разом убирает все неровности. Месяц назад в социальных сетях появилось видео, где из-за жары на автодороге Алматы и Харгоз поднялись бетонные плиты. Причину так называемого корабления дорожного полотна на 6 участках объяснили специалисты. Для этого была создана спецкомиссия с привлечением представителей Казахстанского дорожного научно-исследовательского института и других заинтересованных органов. По результатам комиссии было выявлено, что основной причиной поднятия, конечно, это является повышенная температура воздуха в данном районе. А также, значит, появление дефектов в виде заполнения шва, расширения мелким дисперсионным материалом, инертным материалом. Мелкие камни, каменный мусор, так скажем, швы были заполнены таким материалом. С 2013 года в Казахстане функционируют платные автодороги. На сегодня их в стране четыре. Нурсултан-Щучинск, Нурсултан-Тимиртау, Алматы-Харгоз, Алматы-Копчугай. Сборы по последнему из них только за прошедший год превысили миллиард 38 миллионов тенге. Эти деньги расходуются на содержание и ремонт трассы. Система платных автомагистралей – практика, которая давно и широко применяется во всем мире. Правда, в нее у нас ввели некоторые изменения. К примеру, в Казахстане у водителей взимается плата не за время пользования, как во многих других странах, а за пройденный путь. Таким образом, стоимость того же проезда на трассе Алматы-Копчугай протяженностью 42 километра автолюбителям обходится в 200 тенге по предоплате. Оплатить можно как и наличными, так и банковской картой или же через приложение онлайн. Мы с Копчугая едем, с рыбалки. Тарифы? Не знаю, мы платили. Да нет, в другой раз едешь, здорово было, пирай. Правда, слишком дорого. Говорят, километр 100 километра одна тенге, а здесь 70 туда, 70 обратно, платишь 200 тенге. 400. Дорога очень хорошая. Ну и онлайн заплатил и езжать дальше. Скорость хорошая. Время тратится очень мало. Вместе с реконструкцией дорог поэтапно появляются объекты придорожного сервиса. Так, в этом году вдоль автомагистрали Алматы-Чилих-Харгос открылся современный комплекс, где водители могут не только заправиться, а также пообедать, купить продукты и совершить молитву. В ближайшие пять лет планируется построить еще 35 таких объектов. Второй будет строиться, это по Бишкекской трассе, это Алматы-Бишкек, не доезжая к городу Каскелен. А потом будут строиться вокруг города Носултан, это в сторону Караганды и в сторону Щучинска. Всего в Алматинской области вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположены 264 объекта придорожного сервиса. Многие из них кафе и заправки с сервисным обслуживанием, благоустроенными туалетами и прочими удобствами.